Артем, Артем, как дела? Что, сейчас будем сеять пшеничку? Не, мы уже начали. Только без нас, да? Что? Нету подсолнечника, уже скосили, да? Вот такие дела тут, да? Ну вот так, ребят, всем привет. Уже обед, а мы только едем в поле. Косить, ой, косить, сеять начали, как и планировали сегодня, но начали без нас. Потому что немножко было дел и были в городе. Только вернулись, ну и сразу же едем на поле. О, бля, этот сосед скосил и задисковал. А может не косить, я не знаю. Короче, сеем пшеницу. Начали, так как у нас был дождь. Ну, поехал. Ну, поехал, да. Так как у нас был дождь небольшой, ну, одна ночь была хорошая дождь, а вторая был небольшой дождь. И, короче, это еще не наша, не вот там за деревом. И начали сеять именно песок, потому что вроде дождь был небольшой, земля промокла не сильно, но вот эти сошняки забиваются, а это нехорошо. Да, да, брум-брум, стоит зил, да? Ну, и мы приехали проверять. Мы сеем в этом году, знаете, мы зачастую сеяли сильно много, и это неправильно, потому что, как бы, лучше будет меньше, меньше ростков. Да, тут и стой. Меньше растений на гектар, и они будут более мощные, чем их будет много, и они будут тонкие, худые, склонные к валянию, и у нас, не знаю, то нет дождей, то заливает. И, короче, не ясно. Ну, вот, и я с трактористом, который нам сеет, вы будете выходить? Да, я выйду. Который сеет в прошлом году, я каждый год немножечко уменьшаю количество семян на гектар, с тем, что я чуть-чуть изучаю информацию по этому поводу. И, короче, в этом году мы сеем около 80-85 штук на метр. Как это считается? Ну, я имею в виду, берете вот поронный метр и высчитываете вот этот объем. А вот прям по краю тут можно будет, например, и посчитать, да? Например, вот так взять. Ну, это у меня метра нету сейчас с собой, но тут уже все высчитано. И сеют, ну, конечно, нельзя сказать, что прям каждый метр будет прям точная цифра, ну, семян. Но могу сказать, что относительно по объему килограмм на гектар это заметно. То есть, если вы сеете около 110 семян на гектар, то это около 7 миллионов на гектар зерен, то тут получается до 300 килограмм. Если сеете, ну, то есть около 90-95, то это около 260 килограмм. Ну, это тоже, это все, как бы еще зависит от размера, ну, посевного материала, потому что зерна, в зависимости от качества, разные по весу. Нужно еще знать вес тысячи семян, это тоже важно. Ну, и, короче, нюансов очень много и глубина заделки очень важна, потому что, знаете, как вам объяснить? Если почва у нас бедна на питательные вещества, потому что, как бы, мы экономим. Это, конечно, нельзя назвать экономией. Это просто, ну, мы вносим столько, насколько у нас позволяют финансы. И, ну, на урожайность, шо, моя рыбка, шо, вон едет, да, на урожайность, ну, влияют очень много факторов и даже глубина заделки. Я сейчас вам постараюсь объяснить. Смотрите, зерно, да, зерно, когда прорастает, то есть можно положить зерно. Ну, в зависимости еще от времени посадки, например, если у вас верхний грунт сухой, а влага на 5 сантиметрах, то вы садите где-то на глубину 6 сантиметров, чтобы положить во влажную землю, да. 6 сантиметров это глубоко, это не очень хорошо. Лучше садить на глубину 3-4 сантиметра, если у вас участок ровный. У нас, ну, как бы тут идеально все сделано, ну, ровненький участок, мы можем сеять не глыбоко. То есть можно сказать, вот, смотри, семечко лежит почти прям сверху, да, а, ну, не очень, но мокро. И смотрите, вот эта глубина заделки, как она влияет на урожайность, если сильно глыбоко. Как, знаете, первое питание ростка, это, как бы, наличие питательных веществ в самом зернышке. Я думаю, это понятно, да. Зернышко небольшое, поэтому питания там немного. И есть вот эта ростовая шейка у растения, это от семечки до верха грунта, где появляется вот это, как сказать, узел кущения. То есть вот эта ростовая ножка, эпикотель как-то вроде так называется, она получается, если она очень длинная, то есть глубина, например, 5 сантиметров заделки, то получается, что семечка, вот этот, ну, эндосперма семечки, ну, зернины отдала все в этот росток. И не хватит сил на кущение. Это если сеять без удобрения, да. То есть если вы посеяли глыбоко, то лучше, если вы дадите удобрение. Поэтому, как бы, это все-таки мелкие нюансы, которые нужно учитывать при посеве. Что? Ну, а так, как бы, сеется вроде все нормально. А? Ну, глубина, ну, мы разговаривали про глубину 3-4 сантиметра, а там же, ну, как бы, все равно на участке есть небольшие волны, поэтому где-то чуть мельче, где-то поглубже. Ну, за сеялкой есть цепь, и эта цепь, ну, как сказать, она заравнивает немножко рядочки, и пшеничка получается закопана. А так, ну, вот если смотреть, вот тут на бугорку, тут чуточку поглубже. Вот, вон аж прям семечка. Ну, да, где-то вот на вот такую глубину, где-то 5-6 сантиметров получается. Семечка, ну, зерно такое хорошее, но как-то, знаете, мы покупали протравленное зерно. Оно точно обработано и от болезней, то есть, чтобы и головни не было, и чтобы жучки его не съели, и болезни не подхватило это зерно. И то всегда, знаете, в этом, в обработке очень... Че он вылез? Ага, проверяет. Надо с ним прокатнуться чуть-чуть. И это то, знаете, в этом, в препаратах очень много красителя красного. Он есть для того, чтобы просто, когда обработано зерно, оно вставало такое прям ярко-красное. А сейчас обработали, а оно такое бледноватое. Они говорят, ну, просто такой протравитель, что не сильно много положили красителя. Ну, вот так. Ну, вообще, смотри, быстро идет, да? Молодец уже. А! Шо? Сейчас пойдем, мелкий агроном. Иди проверяй, ты контролируешь у нас помидоры и огурцы? Иди тут посев, проконтролируй. Иди, проконтролируй. А ну, проверяй, хорошо дядя посеял? Или нехорошо? Вот так. Ну, вот, видите, вот уже пшеничка. Тут получается вот где-то вот так, ну, 2,5-3 сантиметра. Ну, а так как получается? Получается примерно от 1 до 5 сантиметров. Глубина заделывания семечки в грунту очень влияет на равномерность входов. И поэтому, когда приезжаешь первые, ну, дни после того, как начинает сходить, и оно вот так пятнами, да, тут рядочек взошел там, потому что то, что помельче, ему легче пробиться наверх. То, что поглубже, оно, конечно, лезет чуточку подольше. Еще раз повторюсь, мы сеем около 80 семян. Это примерно должно разойтись по 220 килограмм на гектар. Я купил, ну, купил, зная тот объем, который, ну, сколько гектар я буду засевать, то я купил из расчета 250 килограмм посевной пшеницы на 1 гектар. Поэтому, ну, где большего уйдет, где меньше, то, я думаю, должно мне хватить. Посевная. Ну, получается, что сдавали мы на элеватор пшеницу по 6 тысяч, там 6 копейкой получилось, а за тонну... Шо? А купили, ну, уже обработанное, конечно, и мы купили первую репродукцию по 10 тысяч за тонну. Вот так. Все, поехал дальше. Ну, я с ним созванивался, он говорит, что останавливается, потому что немножко налипает насошники. Ну, как бы на посев это никак не влияет, но я имею в виду, зерно не перестает сыпаться, потому что зерно сыпется с бункеров сухое, и... А вот на сошняхах налипает, и нужно время от времени их подчистить. Вот так. Вот так. Где ты, семечка моя? Что тебе завели глубоко? А нет, я сильно глубоко сам порылся. Вот я ее всю вырыл. Наверное, значит, она где-то выше. Где-то тут. Ну да, вот она. Вот так. Видишь, что спишь, спишь спокойно. Ну, как-то так, потому что всякое бывает в поле. Вот такие дела. Ну, сейчас продолжим. Вот так выглядит обработанная пшеничка. Ну, так, немножко поярче, чем она на самом деле, потому что все-таки протравлена. Но очень, не очень видно по цельному зерну, а вот по половинкам, видите, какое красное внутри. Короче, протравилась. Вот так. Все, получается, он вот так обошел, а там уголок бросил. Ну, вот там клаптик бросил. И вот так ровные ряды туда сделал. Тут участок неровный, там кусочек есть. И там. Он такой, знаете, как буква Г. Ну, короче, этот участок выглядит вот так. То есть, ну, вот такой. Так, так, так. И он, получается, вот эти два края обрезал, а сейчас ходят вот эти ровные ряды, а потом вот эти два посадят. Ну, как людские участки были, так и используем. Все, сейчас он едет назад, я с ним прокатнусь, посмотрю, насколько сильно забиваются сошники. Давай. Я залез, посмотрел, и он говорит, что типа, ну, не говорит, показывает, что типа. И ему надо. Я хочу посмотреть. Вставай сюда. Что ты шо? Вставай, держись, вот. Да ты шо, держи. Шо стоит. Ну-ка, не, не надо трогать, не надо травленное. Ну как, агроном главный, одобряешь? Нормально, да? Нет, нельзя втуда нырять, это не ням-ням. Нет, нет, это не ням-ням. Ведро. Это вон сея сейчас дядя будет, видишь? Да? Главный агроном. Вот так. О-о-о, какой-то... Не, не бери, не бери, оно травленное. Снимай его уже, хватит. Все, стой, я слазлю и тебя сниму. Держись, нет, держись. А теперь слазь. Давай. Давай. Ага, не хочет. Давай, давай. Оп. Ну вот так. Все, сейчас прокатнемся. А ну, проверяй, проверяй. Шо ты там проверяешь, Селке? Давай, давай, проверяй, шо ца за палка застряла? Главный агроном, ты бачишь? У нас малый, так, контроль качества. Помидоры в огороде собираем. А бачу, який спорченый, выкиду ясночка. Ну, Артем контролирует тут это. Куда ты лизешь? Куда лизешь? Куда ты лизешь? Ну, оттуда чего-то лизать. Не надо, Влад. Сейчас кружочек прокатнусь, он Артем уж... Уже плачет, что мне нельзя уезжать, как всегда. Но мне надо кружочек проехаться, я должен это видеть. Вот, все, с трактористом поговорили насчет. Он постоянно наезжает, я вам и в прошлом году показывал, что он наезжал на рядок, на тот, который был уже посеян. Получалось, что пересевал несколько рядов, пересевалось повторно. Мне это не нравится. Я ему говорю, что лучше пусть будет, ну, чуть шире междурядка, между, ну, как бы, сеялками. Там, например, даже 15 будет сантиметров, это, ну, там, или 20, да даже 25. Это не страшно, потому что есть разные технологии посева. Поэтому это нормально. Все. Самое главное, что вот, шаничка сыпет в каждый ряд. Сейчас потихонечку передвигаемся, перехватываемся и смотрим. Вон там, видите, сыпется. Сыпется, сыпет, сыпет, сыпет по бункерам. Вот тут два бункера расходуется, пшеничка равномерно. Главное, чтобы все сосняки крутились, потому что чуточку сыровато, чуточку сыровато. Ну, вот, смотрите, как пшеничка. Сыпется. Все, короче, по рядам все нормально. Сошняки, конечно, приходится чистить, но есть помощник тракториста, который и зерно засыпает, ну и нормально. А так, конечно, грунт летит. Сыпят сеем. Получается, получается, что вот здесь-то в серединке лощина, и здесь чуточку влажнее. И грунт, знаете, сейчас вот как бы местами светлый песок, а местами есть чуточку больше чернодема. И там тоже более влажно. Ну, вроде, вроде сеем. Если пойдет дождь, то даже та семечка, которая находится прям сверху, будет, ну, как бы взойдет, будет нормально. Вот, видите, тут светлое, это больше песок, а вот там дальше пятнами то ли влажнее, то ли рамочку там чернозема. Ну, и вот этот кусок тоже не сеется сейчас, получается, потому что тоже его нужно будет ездить. И там тоже грунт почернее чуть-чуть, и там влажновато. Короче, вот так. Край тут тоже засеял уже, ну, как бы, чтобы было, как разворачиваться. Ой, вот. И вот так это работает. Сейчас пшеничка вот отсюда сыпется. И вот отсюда. Ну, смотрите, примерно, да не примерно, а точно, расход одинаковый. Ну, как бы, все крышки открыты поровну. Как они там правильно называются. Все. А ну, сейчас вот так вот что-то. Где последний ряд? Ну, примерно все равно на один рядок наезжает, да? Думаю, да. Ну, хотя старается съехать. Это я про накладывание ряда посеянного на... На посеянный, я имею в виду. Так, надо цепь вот тут посредине отсоединить, потому что что-то она в воздухе висит, и средние ряды не закрываются. Сейчас скажу. Ну, вот так происходит посеянный. Сеем без удобрения. Будем вносить удобрения по весне. Я уже много раз это говорил. Хотя в прошлом году мы сеяли осенью с удобрением. Дождей не было, и это... И по весне давали еще, и по осени давали мы сложные удобрения, комплексные. И, как бы, ну, вы видите, урожайность у нас в пшенице была максимально низкая. Мы собрали 19 центнеров, потому что не было ни единого дождя. Когда в июне пошел дождь, пшеница уже стояла сухая. То есть он ни капли не помог пшенице, так что пшеница, получается, выросла без единого дождя. Поэтому, как бы, сейчас внести удобрения, я не вижу смысла, посмотрим. Конечно, я понимаю, что они нужны, но это тоже затраты. В нынешнее время, ну, как бы, я не могу на это, как бы, сейчас потратиться. Поэтому, если все к весне будет нормально, всходы будут хорошие, ровненькие, мы по весне, может, касса дадим, а потом еще и карбамида, ну, как бы, по вегетации. Ну, касса по межлоталому, а карбамида уже по вегетации. Или будет видно, даже нужно до весны. Так что, вот так. Все. Вы тут с мамой кушали, да? Да, тут ужасно делается. Той кекс уже по всей машине. И зачем мне его дали? Он тебе дал, чтобы ты его кормил. Ага, я зерно трогал. Ну, все, надо его выкануть. Нельзя теперь его кушать. От дерева цей низ, что он мне поклав, и все. Короче. Да, то вон, выкань, я кастичка скушаю в окно. Короче, друзья, вот так происходит посев, уже который сезон подряд. Я вам каждый год это показываю, рассказываю. А? Влажно, надо вытерти. Короче. Все, Артемка садится на это. Артемка с помощником пошли. Бери булочку. Пошли обедать. Ну, а мы поехали домой. Мы еще к ним подъедем. Посчитали, набрали этот кусок. Ну, как бы, да? Камеру смотрят и лыбятся. На все свои шестнадцать. Восемнадцать зубов. Да, короче, в газоне примерно около шести тонн. Поэтому на этот участок должно хватить. Как бы, примерно получается, что вот с тем расчетом, что мы высеваем, то как раз и должно хватить. И, ну, я думаю, что сеять тут примерно два дня. Хотя непонятно. Ну, может, не два полных дня, но полтора точно. То есть, завтра, если, дай бог, погода будет хорошая и выедем сеять, то можно будет ехать за второй частью. Ну, то есть, мы там на предприятии договорились, что оплатили зерно, чтобы его нам оставили. И забирать можно в несколько раз, потому что за один раз газоном, ну, оно просто все не влезет. Вот такие дела. Нет, папе не давай, папе руки грязные. Все, друзья, вот такой вам небольшой ролик с поля. С небольшими объяснениями, что и как. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И всем пока-пока.